а вы знали что самые сложные фильмы в киноматографе это комедии тяжелее всего рассмешить человека чем его напугать ну вот теперь знаете это канал good movies меня зовут евгений и у нас топ лучших комедий всех времен и народов я начинаю ну и первый в списке фильм затерянный мир приключенческая комедия по мотивам одноименного сериала 1974 года фильм погружает нас в другой мир которым есть живые динозавры существа с других эпох и звезда ки причудливые ящероподобные гуманоиды а все это случилось из-за доктора рика маршалла который с помощью своего тахионного излучателя нашел брешь между мирами и случайным образом очутился по другую сторону пространства помимо шикарного звездного состава в фильме как для жанра комедия довольно очень хороший визуал но самое главное при просмотре надо обязательно выбрать перевод в котором доктора рика марша озвучивая сергей светлаков так как другой перевод хуже всего справляется самой главной задачей размешить зрителя отлично подходит для вечернего просмотра всей семьей начало времен фильм пародирует основные библейские события из ветхого завета комедийной интерпретации поэтому если вы не можете оценивать критику религии в любом виде пускай даже комедийном то этот фильм точно вам не подойдет но скажу честно ничего оскорбительного явно в нем нет история двух парней из это и лоха которые стали заложниками нелепых ситуаций из-за глупого и безрассудного поведения за это лох единственный умный человек и довольно смешно смотреть на двух совсем разных друзей советую смотреть фильм в дубляже и убрать детей от экрана здесь они испражнялись глянь нет я не хочу двое мужчин может трое ребенок или маленькая женщина похоже они ели орехи а может яблоки что ты делаешь какая разница нам-то зачем это знать главный герой американско-научно-фантастический комедийный боевик 2021 года и пожалуй это лучший фильм за последние годы который местами может заставить смеяться вас до слез в главной роли райан рейнольдс он играет парня в синей рубашке и он является частью видеоигры а именно не игровым персонажем для массовки но рутинный день программы нарушить системный сбой который откроет глаза парню и он наконец-то узнать кто он и для чего его создали фильме огромное количество пасхалок и отсылок почти ко всем видеоиграм сумасшедшие спецэффекты и если вы еще думаете смотреть эту картину или нет то можете не сомневаться главный герой достоин просмотра фильм каникулы 2015 года продолжение серии фильмов которые начались еще в 1983 году расти гризвальд уже вырос и у него теперь своя семья но чтобы сплотить и воссоздать приключения каникул своего детства вместе с супругой и двумя сыновьями он решает совершить путешествие через всю страну направляясь самый лучший тематический парк сша но и самое интересное конечно же это сама дорога до парка развлечений все абсурдные до смеха события и нелепые ситуации фильм получил высокие отзывы кинокритиков и его также тепло встретили зрители 2019 году хотели снять продолжение главную роль должен был сыграть крис хэмсворк но из-за плотного графика актера картину перенесли на неопределенный срок хочу чтобы ты знал я здесь для того чтобы ответить на любые твои вопросы про это ребята в нашей школе как-то говорили про они лингус что это такое они лингус все через и они лингус до они лингус страна происхождения как звучит в предложении я бы предположил что это когда целуешь кого-то закрытым ртом и все то есть полностью сжатыми губами ты не против если папочка тебе сделает они лингус на ночь братья из гримсби история двух братьев себастьян бутер специальный агент британского правительства которому нет равных во всем мире старший брат полная противоположность младшему он то и дело влипает в неприятности и у него много детей и друзей футбольных фанатов агенту приходится скрыться чтобы разобрать план действий по спасению планеты сможет ли он выполнить сложнейшую миссию когда рядом с ним находится родственник приносящий одни сплошные проблемы сценарий фильма написал саша барон коэн и если вам нравятся его комедии такие как барат и диктатор то этот фильм точно вам будет по душе круэлла американский криминально-комедийный фильм 2021 года и честно вам скажу я его посмотрел недавно и никогда еще так не ошибался думал что это проходное кино очередное скубиду и прочее говно но это шедевр и я до сих пор не знаю как у сценаристов и режиссера получилось настолько годное кино это талант с обычной истории снять супер отличный фильм я прошу вас довериться мне и посмотреть эту картину это похоже на то что ты не ожидаешь ничего хорошего от просмотра а в конце ловишь себя на мысли что получил огромное удовольствие и позитивный настрой однозначно если вы вдруг не смотрели то обязательно к просмотру волк из уолл-стрит черная кинокомедия режиссера мартина скорцеза снят по реальной истории взлета и падения джордана белфорта молодого перспективного полного энергии зарабатывать деньги брокера сыграл его леонардо дикаприо и я надеялся что лео получит оскар за эту роль но чудо не произошло зато получился отличный фильм который можно пересматривать несколько раз картине много секса выпивки денег и наркотиков из этих всех вещей и состоит жизнь джордана и нам предстоит узнать как он прошел путь от стажера до миллионера два совета при просмотре 1 обязательно озвучка главного героя должна быть от сергея бурнова 2 убрать от экранов телевизора детей и тещу следующий в списке фильм под названием значит война комедийный боевик 2012 года история двух друзей и лучших агентов цру франклин типичный бабник а вот его друг так хэнсон раньше уже был женат и имеет сына оба они понимают что времена молодости и без ответственности прошли и им нужны серьезные отношения для будущей жизни но как это бывает фильмах по какой-то случайности они оба знакомятся и влюбляется в одну и ту же девушку и с этого момента фильм начинает набирать обороты дружба перерастает войну между ними а победа эта девушка которая стала заложником ситуации между двух огней и лучших друзей конечно же все это показано в комедийной форме отлично подходит для семейного просмотра затерянный город 2022 года отличный звездный состав актеров но и конечно же не менее интересный и комедийный фильм история писательницы любовных романов и по совместительству затворницы лоретты сейдж ее главный герой книг это красавчик и мечта всех девушек дэш которого в жизни воплощает модель с обложки алан во время турне презентации нового бестселлера лоретту похищает эксцентричный миллиардер уверенный что она сможет привести его к сокровищам древнего затерянного города из ее последней книги алан решает доказать что может быть героем в реальной жизни они только на страницах книг и отправляется лоретти на выручку так странная парочка ввязывается эпичное приключение в самом сердце джунглей и должны вместе вырваться из острова и отыскать затерянный город в котором по легенде хранится бесконечные богатства красное уведомление американский комедийный боевик от стриминговой платформы netflix сюжет вращается вокруг трех драгоценных яиц клеопатры которые привлекают внимание всех мировых охотников за сокровищами в том числе величайшего афериста нолана будто он крадет одно из яиц из национального музея в риме избегает на боли однако его своевременно находит и арестовывает специальный агент джон хардли возглавляющий ударную группу интерпола к удивлению обоих мужчин их обводит вокруг пальца другая хитроумная воровка скрывающаяся под псевдонимом ладья теперь хардли и буту приходится работать команде чтобы избежать неприятностей и поймать таинственную злодейку кстати идет подготовка к продолжению фильма так что ждем сиквела все без ума от мэри романтическая комедия 1990 года главный герой цвет непримечательный юноша не пользующийся особой популярностью в школьные годы мэри же наоборот одна из самых красивых девушек в школе и вследствие случайных событий тэду удается познакомиться и даже пригласить на выпускной бал мэри но все пошло не по плану спустя 13 лет после позорного свидания тэд не может забыть школьную любовь и он решает найти мэри и нанимает детектива пэта хилли детектив находит ее в майами и сам же влюбляется в мэри и вместо того чтобы рассказать всю правду тэду ведет его по ложному следу тэд узнает правду от школьного друга что его обманули и решает взять все под свой контроль фильм довольно таки старт но это не делает его плохим так что обязательно к просмотру рыцарь дня комедийный боевик 2010 года в главной роли голливудские звезды том круз и камерон диас рыцарь дня агент рой миллер с ним главная героиня джун хэвэнс встретилась случайно в аэропорту вот только после знакомства с этим суперменом начинают происходить странные события женщина оказывается втянута в невероятную историю с погонями и перестрелками секретная операция которую должен выполнить загадочный агент заключается в спасение от бандитской группировки неисчерпаемого источника энергии сверх мощной батарейки которая способна питать электричеством целый город всем поклонникам иронических шпионских фильмов рекомендую его к просмотру несносный дед по сути этот фильм огромный пранк от создателя серии фильмов чудаки джонни нокс вилла он сыграл 86-летнего ирвина зисмана который везет своего внука билли через всю страну к отцу ему поручено опекунство над ребенка после того как его мать посадили в тюрьму поездка сопровождается мелкими шалостями деда лучших традициях телесериала чудаки то есть все эпизодические роли также играют не подозревающие о съемках прохожие и очень забавно смотреть на реакцию людей которые понятия не имеют что их снимает скрытая камера тебе наверно надо постирать трусы простите девушки не оборачивайтесь мне так стыдно о боже я он стал на стол и пернул своим дерьмом на стену да прямо на стену ну конечно я знаю что пропустил огромное количество хороших комедий например мы миллеры очень страшное кино не грози южного центра луну таких комедий очень много поэтому если вы считаете что какую-то комедию я пропустил а она вам нравится то напишите и обязательно в комментарии если вы конечно же вам не сложно но я этому буду безумно рад не забывайте что на моем канале есть огромное количество топов разборов и теорий это канал good movies меня зовут евгений до скорых встреч